Благодарю. И теперь передаем слово Марине, вызывателю рубрики Кинообзор. Абсолютно никак. Но уже последний год я веду в кружок в школе в казачьем классе, и это получилось абсолютно серьезно. То есть я работаю как раз с подрастающим поколением, хотя я еще, наверное, сама подрастающее поколение. Не знаю. Ну, в общем, мы общаемся, говорим про кино, иногда про какие-то казачьи вещи, и поэтому моя деятельность в школе и моя деятельность в журнале, они немножко перекликаются, потому что в журнале я пишу про кино. И, в принципе, я учусь как бы на кинокритика, на театроведа вместе, киновед, театровед. Ну, как бы сказали про казаков. Ну, классно. И выучила, можно сказать, за год новую для меня культуру, которую я вообще до этого не замечала. Ну, в основном мои статьи были ретроспективными, то есть я писала про Тихий Дон, про... что еще? Про... ну, в общем, про советские фильмы, в основном. И про советские фильмы очень трудно писать. Я должна говорить на микрофон, просто слишком сильный звук мешает нашим соседям из... А как? А вот такой звук? Да, это нужно, в первую очередь, для того, чтобы... А я что-то из-за того, что я хотела делать, нет? А, так. Ну, про советские фильмы, в принципе, очень трудно писать. То есть, как бы, даже то, что они связаны с казаками, не делает их, на самом деле, какими-то более великими, исключая, там, естественно, Тихий Дон, который мы все знаем. Но есть много фильмов, которые связаны с казачеством, и которые, как бы, очень трудны современному... Ну, современному зрителю, и не очень понятно, как бы, какой смысл их поднимать. Но в них есть казаки, а казаков в кинематографе очень мало. Они практически, скажем так, как модно говорить, невидимы, так что... Я все равно пытаюсь найти к ним какой-то подход, и хотя бы как-то... Пусть это, там, я не знаю, грубое писательство, но немножко рассказать, почему там казаки, что они там делают. И даже если это написано по-толстому, допустим, ну, наверное, вы знаете, повесть казаки, роман казаки, Толстовый фильм. Но это как бы показать, что это все не случайно. Вот, и сейчас я перехожу на более современный материал, то есть мы стараемся, Коля мне подкидывает какие-то фильмы, которые сейчас на меня вообще удивляют, что они существуют. Но для меня это тоже, как бы, киноведу очень интересно, потому что, например, недавно я писала статью про такой, я бы сказала, арт-хаусный казачий фильм, хотя, наверное, это прозвучит как-то странно. Но действительно человек, режиссер собрался и практически в одиночку снял такую довольно-таки экшен, короткометражку про грузино-абхазскую войну, где, хоть она очень пропагандистская, но она очень динамичная и очень казачья, на мой взгляд. Вот, ну, мы хотим двигаться как-то в это направление. Еще раз спасибо большое. А как вы называете? Что? Фильм? Да. Как он называется? Фильм он сейчас... Зайдите на сайт. Зайдите на сайт. Зайдите на рецензию. Каман. Война в Абхазии. Вот, да. Каман. А, это монастырь Каманы, где жаркий бой разгорелся между добровольцами, в том числе казаками, и грузинами, которые замели этот монастырь. Вот, но фильм он как бы показывает в современных реалиях того казака-воина, который кажется теперь уже оставшимся, как говорил Юрий Щербаков, только в песнях. Да? Вот. Но, тем не менее, ну, мы говорим о том, что, ну, народ, субретность, понятно, ну, по крайней мере, не сословие никакое. Вот. Это что? Это носители культуры. А культура – это не какое-то искусство, балалайка, все, что надо, да, куда-то спихнуть с колеса времени. Культура любого народа, в первую очередь, это мораль, то есть система ценностей, историческая память, самоопределение, да, своего места в мире, в соотношении с другими народами. И далее идут, конечно же, религии, и как исторически из нее вышли, философия, наука и наука. Ну, а там и образование, и культура труда, а дальше уже искусство, вот. У нас культуру представляют как искусство, а искусство чаще всего как чисто изобразительное искусство. Так вот, если представлять культуру правильно, да, как я сейчас сказал, то выходит, что это самое основное, самый стержень человека. И также вот последний, да, написал фильм об атамане. Ну, вот вы думаете сейчас, какой может быть атаман? Ну, атаман станичного казачьего общества. Ну, ясно, что это не тот атаман, который водил в походы за зипунами или на защиту Отечества. Мы знаем, жизнь казачьего общества, она только декларативна, правильно, чаще всего? Какое это вообще имеет отношение? Но центром сюжета этого фильма является вот момент, в который он был поставлен перед выбором и сделал выбор свой нравственно. То есть, руководствуясь ценностями, что хорошо, что плохо, согласно морали, ядру его культуры. И этим самым он показал, что он настоящий атаман, заботчийся о своей станице, настоящий казак. Вот. А, скажем, правильно, ну, не знаю, всем традициям уже внешним, так сказать, искусству, он научится... Ну, у фильма конец такой специалистический, что хочется верить, что эта станица всему научится уже за кадрами и станет прям настоящей, как до революции. Ну, понятно, что этого не будет. Так, как у нас по времени? Ну, смотрите, у вас будет минут через три, через пять. Вот, сейчас внизу, давайте перимать. Ожидем. Пять минут. Ну, смотрите, да, есть пять минут. А премия, может быть? Да, вот на ваш выбор. А премия, я думаю, вы хотите задать нам какие-то вопросы. Да, вот, девушка только что говорила, Марина, да, что казаков не было практически в советском кино. Нет ни одного фильма о революции, чтобы там не были показаны казаки. Понятно, с какой стороны они показаны? А ситуация такая, смотрите, какая ситуация. Сейчас мы говорим, что образ русского человека в американском кино в основном как бандита и т.д. Образ казака и образ казаков был в советской власти тоже как образ некой подавляющей силы. Вы возьмите, вот они же в каждом фильме по три минуты есть, возьмите каждый фильм, Разберите это с исторической точки зрения. Вот в фильме показана такая цитачка. На самом деле было то-то и то-то, потому что там же откровенное вранье. Придем откровенное и похабное вранье. Почему где-то, вы видите, нет ничего. Да полно материалов. Вот даже в том, что нет. Вы понимаете, нет, в чем дело. В том дело, что мы что ищем? Только где все сладенько рассказано, был все фильм Даурия, я помню, да, в хорошем фильме. Да, мы его тоже писали. А тут вот, пожалуйста, это работа «Непочатый край», потому что был создан образ, после которого произошла, не знаю там, перестройка, да, или что там произошло, и кавказским народам дали, как предмет национального костюма ношения холодного оружия, а казакам не дали. Вопрос, почему? Ну, знаете, мне кажется, то, что я бы на месте, да, президента с нашей стороны, думал бы в первую очередь о нашей стране, а не о каких-то казаках, о которых можно как какую-то сепаратистскую силу подозревать. Мне кажется, надо начинать себя со своего развития, это никто не мешает, и выучиться, скажем, на режиссера, и снять хороший фильм про казаков, и таким образом этот фильм появится благодаря тебе же, тому, кто хочет. Ну, мне кажется так. А вот так надеяться, все просить, и... Ну, это просто безуспешно будет. Нет, почему я, по-моему, предложил конкретную историю по поводу любой фильма? А, просите, а не тебе долго? Как правило, здесь какая-то стачка. Жить, что этого не было, или было то-то, или было всего не убито, как там показано, 500 тысяч человек, а взято и отведеновку в околотах два человека, что и было, как правило, на самом деле. Понимаете? Там машут шашками, почем зря? А на самом деле только нагайки-то ставят. Ну, я грубо говоря. А там прям сразу шашки на голову и рубят себя поверх. Но такого же нет. На самом деле в дореволюционных фотографиях, посвященных разгону и демонстрации, мне вот много раз тыкали пальцы, и вот я говорю, казаки-граждане, это не казаки, это конные жандармы. Вот. Об этом и лечь. Есть над чем работать. Потому что, вот, чего я говорил, про поводу русских героев, которых и алмашков в Америке, страшных людей, которые приходят и что там делают всякие нехорошие дела. То есть, в принципе, образ казаков, как людей, однозначно противостоящих революции, светом нашему будущему в то время, как бы он был сложен. Ну, неоднозначно, опять же. Они же тоже раскололись вот из-за этого, в том числе и... Когда в кино показывают, как они скачут с шашками на дало, на простых невооруженных рабочих, складывается определенное мнение. Ну, что вы говорите? О каких фильмах сейчас говорите? Обо всех фильмах о революции. Все. Ну, как же, в той же Даурии там и красные казаки есть, и в Черном Доне тоже. До окончания с... Ну, вы понимаете... Спасибо большое. Я просто не очень в теме массового образа, понимаете? Но мы стараемся писать о фильмах, которые казаки как драматические герои, то есть, в которых есть какой-то конфликт, где они не просто там шашками мажут, а где они именно как проводники какой-то истории. И вот действительно, например, фильм «Кандаурия» это, ну, то, про что можно сделать там большую статью... Вы поймите, из-под войны... Вообще, любой образ создается, как правило, не вот раз и навсегда, а из-под войны, в мелочах. И когда в каждом фильме тебе показывают, что этот человек плохой, на десятый фильм начинаешь видеть. А писать и ставить память... Один памятник ничего не спасает. Вы можете его поставить, но его головы очень быстро испортят. А вот эта вот повседневная работа, вот сознание, то, что вы вам говорили, каждый день. Это плохие люди. Это очень плохие люди. Они резали, и били, и топтали лошадьми ваших дедушек, бабушек и т.д. Ну, как бы... Есть много советских фильмов, где казаки... Нет, но речь идет, на самом деле, о мифологизации образа казака. Нитрального искрития. Да. Это требует работы с историческими документами, если вы что-то искрите. Я об этом и говорю. То есть, если привязать к конкретному фильму, там, разгон такой-то стачки... А там... Да, демонизация, да. На самом деле, да. И мне кажется, это крупная тема. Вот это интересно. Знаете, мне кажется, что демонизация – это частный случай. Дело в том, что мне доводилось общаться с разными режиссерами. Вот он говорит, я хочу там снять фильм, допустим, о русской деревне, о казаках, неважно. И когда он начинает говорить, я понимаю, что человек в этнографии, в истории не понимает ничего. И его это совершенно не волнует. И он говорит, что ты дорогой себя решает? А я так вижу. Это у них универсальная присказ. Потом мы посмотрим фильм про русскую деревню, про казаков, и видим там полный бред. И не то, что их там ужасно показывают, их просто показывают идиотку. Как они одеты, как они разговаривают, что они поют. В любую тему будет бред, потому что это просто очень низкий сейчас уровень. На мой взгляд, единственный фильм, который, скажем, по русской, ну вот по казакам это был Тихидон Герасимова, а единственный фильм по русской традиции – это «Небывальщина». Какая может быть в фильме однозначно? Ну, знаете, мне кажется, благодаря вас вы очень интересную идею нам подали. Но, как бы, тоже на ней одной, если концентрироваться Мы как бы начали с одного Мы маленький коллектив Задачи у нас огромные Мы как бы всю Россию, всю казачество закрываем Мы должны постепенно расти, все охватывать Но в том числе и расширяться То есть, например, если у вас есть какие-то идеи Можно вместе с вами какой-то цикл об этой теме, скажем, выпустить Статей или какие-то такие фильмы Поводопоментальные Что границы, огромное количество границ того огромного государства Было держалось за счет казаков Ну, конечно И это мало, как бы, ну, если сейчас не помню, кто такой там Ленин Я не знаю там, или что еще, как говорят, да То, тем более, не знаю, что было такое родовое Когда переходили, когда люди воинами были, по наследству Сейчас это приписываются только другим республикам И другим народам Там были настоящие воины А здесь, как бы, не было профессиональных воинов В принципе, как все фильмы советские Вы о них говорите Это вот о том времени О казаках гражданской войны А вы предлагаете вот раньше, да, плац затронуть? Ну, есть такие фильмы, они вот сняты после перестройки Перестройку, это вот там, скажем, Крикополе Потом Безет, видели такой, телефиль большой Крепость воск, вот, Турецкую У него был просто, он может быть, и воплошек Но он был в плохом качестве снят Очень плохой Безет, да? Да, технически он не выносил Его смотрят не важно Ну, если хочется, то можно, как бы, все рассмотреть А вы, можно вас спросить Да, конечно Какой-то продукт еще сами предполагаете создавать? Вот, кроме того, что вы сейчас сказали У вас какие-то есть перспективы по развитию элитомыслия? Продукт, в смысле, получается, кроме нашего СМИ Что-то, да, чем можно пользоваться Ну, по сути, мы, во-первых, приложение для СМИ создаем Но это будет тот же самый сайт Просто, чтобы удобно его было читать с мобильника Сохранять страницу оффлайн Вот, и думаем туда всякого функционала добавлять Уже, который от СМИ не зависит Уже дополнительный, полезный Вот, ну, то есть, чтобы был такой, как органайзер Чтобы, ну, напоминания там выходили Скажем, когда какие праздники Также словарь туда поставить Потому что надо конкурировать Сейчас, ну, есть такие структуры Они сами не понимают, что делают Это, скажем, которые себя называют Этническими казаками Но они не идут учиться у фольклористов Или читать источники Они хотят сами быстрее Это, возродить что-то такое древнее Что восстановить уже невозможно Вот, они там уже создали какую-то казачью клавиатуру для мобильника Уже казачий язык сами создают Новые буквы, они мотивируют то, что белорусы Тоже новые буквы создали Они там будут новые Что-то между там церковно-славянским берут И чем-то и дореволюционным, и украинским Вот, поэтому надо спешить их обогнать Мы об этом словаре заранее Да, иначе Воспитывает интернет И все будут уже Знать, что есть казачий язык Загуглили О, казачья клавиатура, она оказывается вот такая Нет, я немножко не о том спросил Ну, какая-то В основном люди смотрят, как вы правильно говорите В интернете находясь, да, все-таки смотрят какую-то видеопродукцию Да, вы чем предполагаете наполнять сайт Все, помимо, ну, словаря и, да, что там вообще Ну да, видеоролики у нас, конечно, тоже есть Иначе будет слишком скучно Где вы их берете и как вы предполагаете их развивать? А, ну, мы их создаем сами Вот, я не знаю, какое это наугад Видите, как они тут подписаны Какое-то сейчас включится Вот, как раз наглядно посмотрим Ну, это, в общем, такое стихотворение Но это не очень интересно будет Это тут надо много согласно слушать в виде статической Родимый край Как ласка матери Как нижний зов ее над колыбелью Теплом и радостью трепещет в сердце Волшебный звук знакомых слов Чуть тает тихий свет зари То есть под фотографией цивлянской станицы Из свинечок под лавкой в уголке Из серебра узор чеканит Это родимый край? Федор Дмитриевича Горюкова Пятна белых хуйней Пропростите, честно Ну, конечно, молодежи такое тоже неинтересно Не очень интересно смотреть Но уже интереснее, чем читать А это казачи в Параквари Исторические факты Они в эмиграцию туда попали И воевали там Чихот твоих осоку Из серебро песчаных коз Плач чибиса в куге зеленый Песни хороводов на заре И в праздник шум станичного Майдана И старый милый дон Не променяю нинуски Родимый край Напев протяжный песен старины Тоска и удаль Красота разлуки И грусть безбрежная Ну, давайте на этой ноте закончим Иначе начнется Гражданская война И негатив